Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Таджанова, миграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорнии. Сегодня я вещаю солнечного Сан-Диего, и сегодня у нас 1 октября 2019 года. Я хочу с вами поделиться одной информацией, новостью, которая коснется формы I-485. Это форма для тех, кто будет запрашивать смену своего статуса, или же другими словами, кто будет запрашивать грин-карту. Значит, если вы помните, 14 августа 2019 года администрации Трампа был представлен новый закон, в котором они говорили, что те люди, которые запрашивали социальные бенефиты за исключением некоторых категорий людей, такие как люди, находящиеся на политическом убежище или же в ожидании политического убежища, люди, которые приехали по статусу беженец, беременные женщины, дети маленькие до 21 года, они будут исключены из этого правила. Но если же вы не подпадаете под эти категории, к сожалению, вам будет отказано в получении грин-карты, если вы получали эти социальные бенефиты. Также это будет касаться тех, кто будет въезжать в Соединенные Штаты, если вы не можете доказать свою социальную, финансовую, то есть стабильность, финансовую состоятельность, к сожалению, вам также могут отказать в этом. Этот закон будет касаться всех тех людей, которые будут также запрашивать в отсоединении со своими семьями. Этот закон будет касаться тех, кто запрашивает, например, визу невесты, визу жены или мужа. И поэтому, если вы не можете доказать свою финансовую состоятельность, к сожалению, вас это может коснуться, и вы не сможете воссоединиться со своими членами семьи. Также хочу отметить, что 15-го в USCIS у них на веб-сайте появилось объявление, в котором они говорят, что они будут принимать формы I-485 до 14 октября 2019 года. Это нынешние формы, которые там, они продатированы от 15 июля 2019 года. И эти формы они будут у вас принимать до 14 октября 2019 года. Что значит до 14? Это значит, что на почте был поставлен штамп, что ваши документы приняты 14 октября 2019 года. Но если же вы отправляете свои документы после 15 октября или же 15 октября 2019 года, к сожалению, эту форму у вас не примут, и вам нужно будет заполнять другую форму. Поэтому те люди, которые планируют выдавать на Adjustment of Status, на получение грин-карты, имейте в виду, что нынешняя форма, она действительно до 14 октября 2019 года. Затем вам придется заполнять новую форму. Что касается новостей по этому правилу, к сожалению, новостей пока нет. Все идет, как и было. Оно будет входить в силу 15 октября 2019 года. И я бы сказала, что, наверное, все-таки они не смогут оспорить этот закон. И люди, которые получали социальные пособия, но они запрашивали эти пособия, будучи в статусе, который не отмечен по этому закону, к сожалению, они не смогут получить свои грин-карты. Вот такой новостью я сегодня с вами хотела поделиться. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, оставляйте свои комментарии, также спрашивайте вопросы. И, как всегда, я вас попрошу, чтобы вопросы писались в комментариях, потому что так будет легче, и я могу ответить сразу, и также другие люди могут получить ответ, возможно, на такой же вопрос. И хочу также сказать, что приближается, с завтрашнего дня начинается подача анкеты на розыгрыш грин-карты. И если вам нужна моя помощь в заполнении грин-карты, в заполнении анкеты, то вы можете обращаться ко мне. И хочу сказать, что я свои расценки расцениваю по Соединенным Штатам. И поэтому, когда вы у меня спрашиваете цену, сколько это будет стоить, я всегда говорю про расценки по Соединенным Штатам. Если для вашей страны это очень дорого, пожалуйста, найдите агентства в вашей стране, которые смогут вам помочь в этом. И, как всегда, я с вами остаюсь. До следующего видео. Всего доброго и удачи!